Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Друзья, нашла интереснейшую технику работы с тестом. Попробуем сегодня! Для теста нам понадобится 150 мл воды, 150 мл молока, 3 яйца, 1,5 ч.л. дрожжей, 1 ч.л. соли и 1 ст.л. сахара, 700 г муки и растительное масло 100 мл. Сначала сделаем быструю опару. Муку высыпем в большую чашку, всю муку, сюда же молоко и воду, сахар, дрожжи. Все перемешаем. Дрожжи убежали чуть-чуть и отправим сейчас в теплое место минут на 10, чтобы дрожжи у нас начали работать. Дрожжи активировались. Добавляем сюда 3 яйца, соль и половину масла. Замешиваем тесто. Как обычно, ориентируйтесь на свою муку, потому что влажность муки у всех разная. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Лучше сразу всю муку не использовать, а если нужно, подсыпать. Тесто получается мягкое, податливое, очень хорошее. Вымешиваем минут 5 и теперь убираем в теплое место где-то на час, для того, чтобы оно увеличилось вдвое. Тесто отлично подошло. Посмотрите, какое. Вах! Супер! Все, достаем и слегка его обминаем. И делим на равные кусочки. У меня получилось 16 кусочков. Я формирую из них вот такие вот колбаски. И теперь обильно каждую смажем растительным маслом, то, которое у нас осталось. Накроем пленкой, пока будем работать с каждой в отдельности. Но сначала дадим тесту отлежаться минут 10. Тесто полежало и стало такое вот очень эластичное. Сейчас оно, конечно, все в масле, но наша задача его как-то вытянуть, раскатать в жгут. Раскатываем. Хорошо катается. Чем тоньше жгут сделаем, тем лучше. У меня жгут уже настолько длинный, что не помещается. Поэтому пришлось его сложить вдвое и подкатывать. В общем, продолжаем. Такая вот очередная медитация с тестом. Тесто невероятно податливое. Очень удобное в работе. Сейчас вот так вот смазываю его маслом. Еще разочек. Мне кажется, с ним можно работать так же, как при приготовлении лагмана. При изготовлении вот этой лапши. Просто вот так вот смазать маслом и вот таким образом растягиваем. Прикольно. Смотрите, как здорово. Для этого нужно обязательно смазать маслом. Чтобы катать, как вот я сначала делала, маслом смазывать не нужно. Но вот сейчас мы маслом промазали. Они такие у нас ровненькие, аккуратненькие. И подтянуть еще, чтобы были тонкие-тонкие слои. Красота. И вот теперь... Так, сейчас еще разровняю минутку. Вот, ровненько. И теперь берем скалку и аккуратно, но красиво вот так наматываем. Так, можно подтянуть, чтобы они еще потоньше были. Красота. Аккуратно со скалки снимаем. Хвостик заправляем туда, внутрь. И отправляем на противень. Смотрите, какая красота. Дадим нашим булочкам расстояться минут 10-15. И отправим в духовку запекать при температуре 180-200 градусов до готовности. Время будет зависеть от вашей духовки. Первая партия у меня уже печется. И я вижу, что они у меня немножечко съезжают. То есть не держат форму. Поэтому я решила использовать вот такие формочки для второй партии. Сейчас тоже отправлю на расстойку и буду выпекать. Пока булочки пекутся, приготовим помазку. Нам понадобится 30 грамм сливочного масла, столовая ложка растительного, 2-3 зубчика чеснока и зелень. Я взяла петрушку. Петрушку измельчаем. Можно взять и укроп. Будет тоже очень хорошо. Сливочное масло я растопила. Сюда же отправляю чесночок, пропущенный через пресс. Лучше пока масло еще горячее. Сюда же добавляем растительное масло. И зелень. Перемешиваем. И готово. Друзья, вот булочка из первой партии, а вот они со второй. Ах, видите, у меня снизу тоже очень хорошо зажарились. Видите, вот пока горячие. Все равно немножечко на бок свешиваются, но это ничего. И пока они горячущие, промазываем их сверху нашим чесночным вкуснейшим маслом. Аромат пошел по кухне. Слов не передать. Все сейчас уже, мне кажется, кто-то в дверь будет стучать. Булочки готовы. Можно подавать буквально вот эти вот с пылу с жару. Хочу сразу показать вам, что же получилось. Насколько они слоеные. Вот такие вот. Полностью все наши слои, все сохранилось, все наши труды были не напрасны. Единственное, мне не хватило соли. Конечно же, я уже попробовала булку. Утащила еще с первой партии. Все-все-все слои, вон, смотрите, прекрасно они сохранятся. Внутри булочка мягкая, а снаружи вот такая вот хрустящая, классная. Поэтому соль можно добавить чуть побольше. Ну или можно даже в помазку ее добавить. А так булки интересные, классные, но и вкусные. Все, друзья мои, с вами прощаюсь. Это был проект Другая Кухня. Не переключайтесь, завтра будет еще что-то вкусное. Другая Кухня.